Армейскую подготовку часто называют школой настоящего мужчины. Молодые люди учатся самостоятельной жизни, занимаются физической подготовкой, дежурят на кухне, осваивают управление военной техникой. Одно время я думал в отношении воинской службы, что это вот именно люди говорят, что только человек становится, как у нас говорят, сапогом. Но на самом деле у меня было такое отношение почему-то и к другим направлениям службы. Но есть понимание того, что на самом деле человек становится дисциплинированным, человек становится, понимает четко и ясно свои цели. Армия учит вести неприхотливый быт и радоваться мелочам. Поводом для маленького праздника может стать даже любимое блюдо в столовой. Совместные быты и переживания сближаются у служивцев. Учат поддерживать порядок в помещении и отношениях. О дисциплине, привитой еще в военном училище, рассказывает полковник в отставке Юнос Алтенбеков. Доволен, что я попал в Оренбургское зенитно-ракетное командное училище, что меня на КПП пельменями и пирожными родня и близкие не кормили. Состоялось как молодой человек, которому можно было доверить, я считаю, определенную и ответственность, и способность выполнить задачу. Очень часто встречаемся со служительными, с товарищами и делаем вывод, что это были самые лучшие и счастливые годы нашей жизни. Служить Родине будущие защитники Отечества отправляются не только с оружием в руках. Альтернативой может стать уход за пожилыми людьми, волонтерство на различных социальных объектах и служба в так называемых научных ротах. Каждая научная рота прикреплена к профильным производственным предприятиям Отечественного оборонно-промышленного комплекса. Сейчас приезжают к нам по линии Министерства обороны, набирают наших студентов после окончания вуза так называемые научные роты. И вот эти научные роты, на самом деле, когда наши ребята имеют подготовку по линии физики, по линии инженерии, по линии автомобильного дела. И когда наши ребята имеют возможность не просто, по-русски говоря, красить траву зеленым цветом, а имеют возможность что-то изобретать, что-то делать очень полезное для своей Родины. В этот день мы поздравляем всех, кто прошел военную подготовку. Мальчиков, мужчин и тех, кто по долгу службы находится за пределами родной страны. Ариатна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.